Да, ребят, какой же я всё-таки негодяй. Прошло целых три месяца с того момента, как я опубликовал видео с бета-версии GTA San Andreas. Но это ещё не всё, а то видео я заснял спустя через месяц после того, как выпустил первую часть бета-версии GTA San Andreas. И вот я сейчас точно не уверен, есть ли до сих пор те люди, которые ждут продолжения бета-версии GTA San Andreas. Но я надеюсь, что они есть, и поэтому прямо сейчас мы возвращаемся в бетку GTA San Andreas. Ну а то, что я сейчас тебе скажу, на самом деле серьёзно. Недавно, как ты знаешь, я приобрёл PlayStation 4 и Red Dead Redemption 2. Очень крутая игра. Но мне никак не удается найти что-то удивительное и интересное, чтобы снять. И так вот, есть у меня знакомый, у которого тоже появилась Red Dead Redemption 2. Но он, в отличие от меня, смог найти интересные вещи. Поэтому, советую тебе глянуть по подсказке сверху. Переходи обязательно, ты не пожалеешь. Птицы, птицы, ко мне кар. Патроны. Барсик, барсик, не прыгай за двери, барсик. Всё, отлично, ребят, я загрузился. Потрясающе. Вся проблема, ребят, в прошлых видео была в том, то, что я... Ёлки-балки. Точнее, вся проблема была в сохранении. Иногда после миссии игрушка просто зависала. И слава богу, сейчас у меня всё красиво, замечательно. Ай, загрузилось, ребят. Мы также попали на вот эту вот красивую ночь. Я отключил, ребят, все эффекты, отключил фильтр, чтобы вы насладились самой настоящей цветокоррекцией GTA Sundress, которую сделали сами разработчики. Вот, ребят, если кто не знает, бетки-грувовцы. И, в общем, сегодня мы с вами продолжим проходить миссии и искать в них изменения. А именно, это всякие разные диалоги непереведённые. Да, и, кстати, напомню, в прошлой части мы проходили миссию, дополнительную миссию, которую разработчики убрали из оригинальной GTA Sundress. Если вы не смотрели прошлую часть, то рекомендую вам обязательно его посмотреть. Справа сверху у вас сейчас всё высветится. В общем, ребят, давайте... В общем, ребят, давайте в таком случае... Ага, выполним следующую миссию. Я думал, следующая миссия наша будет... Пусть будет, ребят, OG Log. Посмотрим, что с ней, какие там у неё изменения. Да, вот, я уже вижу текстурные изменения, если кто не в курсе. Вот она, Вуду, чем-то напоминает, ребят, на тачку из GTA 3, GTA Vice City. Скорее, больше на GTA 3. А нет, стоп, 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 ребят. Нет, мы сейчас не отправляемся на OG. Мы сразу сейчас отправляемся на миссии Цезаря. Почему? Потому что, если я не ошибаюсь, то изменения также есть в миссиях Цезаря. Есть какая-то у неё там какая-то миссия не только погонять на тачке, а какая-то другая совсем. Возможно, я ошибаюсь. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Так, следуем за Цезарем, он покажет, где старт. Кстати, если не ошибаюсь, то машина Цезаря тоже немножко изменённая. Саванка какая-то необычная, согласитесь. В самом деле, увлекательно исследовать бета-версию GTA San Andreas. Всё, в принципе, то же самое, что и в оригинальной. Ничего необычного. Также, я тут, смотрю, добавлено очень много самой разной растительности. Да, какие-то пальмы увядшие, смешные, кажется. Также, посмотрите, полицейская тачка совершенно другая, другого цвета. Возможно, полицейские машины зависят ещё от района, где они у нас обитают. Миссия выполнена. Также, смотрите, добавилось какие-то буйки. Интересно. Также, смотрите, какой интересный молодой человек. Все они как-то необычно ходят, у них какая-то походка странная. Нет, ребят, я, наверное, ошибся. У Цезаря всего лишь одна миссия. Попробуем в таком случае теперь добраться до OG Loka. Как раз он недалеко находится. Не знаю, стоит ли сейчас сохраняться, не стоит. Я боюсь, что игра вылетит. Зависнет, и нужно заново будет это всё проходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я был прав, ребят. Тут присутствует вырезанная миссия Цезаря. Посмотрите. Да, всё верно, всё верно. Она должна была всё-таки появиться. Она выдаётся после вот этой вот гоночки, я так понимаю, да? И как вы могли видеть, в этом звонке есть переведённые диалоги и непереведённые. Что доказывает то, что действительно разработчики хотели добавить эту штуку. Цезарь нас зовёт куда-то к себе. Интересный момент. Очень интересный. Самое интересное, что есть разговор. И есть диалоги. Если на английском, то явно присутствует текст в файлах игры. Потрясающе. Идём, ребят, на миссию, которой никогда не было в GTA San Andreas. Почему-то её вырезали. Неизвестно, по каким причинам ребят-разработчики вырезают миссии. Почему? Я не знаю, ребят. Напишите в комментариях, вот если честно, ваши предположения. Я, наверное, думаю из-за того, что действительно сильно много миссий они взяли и вырезали какие-то. Но факт того, что это было озвучено актёрами, уже диалоги присутствуют, не даёт мне покоя. Зачем это было вырезать? Непонятно. Тоже секретик. Подъехали. И заходим на миссию. А, это на тачке. На тачке, я так понимаю, да? Импру... Импаунет. Эй, Холмс! Эй, там есть биржи на бенде. Я просто хочу закончить под поджаром, эй? Катсцены тоже, ребят. Так, эээ... Как ты с моей сестрой делаешь? Просто хорошо, Си-Джей. Так, эээ... Как ты и эээ... Кто ты сейчас видишь, в моменте? Ага, ты знаешь, я и я не найду правильную девушку, да? Ага, ты никогда не найдёшь правильную девушку, потому что ты их воспринимаешь как хитрость. Эйзи, Эйнджел! Мы, в общем, были вклюзли на стадию бытнейшую тестирование. Да, я думаю, да. Так, Си-Джей, давайте посмотрим твои швы. Это не ничего специального, просто, ты знаешь. Чайли, давайте посмотрим, что это магия. Я сделаю это специально. Эй, где это? Что за хуй? Я думал, что ты сказал, что твоя еда была здесь. Ага, это было сказано! Что? О, мой бог! Нет! Слышно, что это в этом городе? Они всегда тянут люди тянут. Слышно, Холмс. Я даже не слышал. Ты слышал? Нет. Я не могла подчеркнуть твою швы, бэй. Слышно, они секретные тянуты службы? Слышно! Слышно! Слышно, Холмс, не волнуйся. Мы можем вернуться. Я знаю, где находится в инфляции. Это круто. Ты вернешься в час, бэйби. Окей, бэй. Алла-бар! Я так понимаю, мы сейчас должны куда-то ехать. Полицейский участок. Миссия переводится как конфискованный, импаундент. И, кстати, машина Цезаря очень необычная. Эту тачку мы можем видеть только в катсценах. А сейчас мы на ней ездим. У нее очень странное, ребята, управление. Тяжелое. Отличается от обычной саванны. Это все, CJ! Мы должны какую-то тачку здесь забрать, да? Ну, я не вижу текста, ребят. Нам показывают катсцену. Но нет описания вообще. Ничего нету. Даже английского текста. Да ничего, я пройду дальше, братан. Интересный полицейский, ребят. Да ничего особенного. Смотрите. Полицейский. Тоже кого-то прижимают. Тоже такая ситуация, если в обычной GTA Sanres. Кстати, новый цвет автомобиля. Бетка. Все дела. Красота. Кстати, мою тачку конфисковали. Вот именно эту тачку, на которую я и приехал, я так понимаю, да? Ну, я так понимаю, сейчас провалю миссию. Да. Потому что мою тачку... ...взорвали. Короче, я так понимаю, ребят, эта катсцена вообще не соответствует диалогам. В диалогах, знаете, CJ приходит к Цезарю, спрашивает, как дела, как его сестра, чем занимаетесь и все такое прочее. Цезарь говорит, типа, у меня все круто, покажи свою тачку. Он выходит на улицу и бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац. И его тачку просто угоняют копы. Просто ее конфискует и забирает в полицейский участок. И мы таким образом должны ее сейчас забрать. Я специально для эксперимента взял другой автомобиль, саванну, если не ошибаюсь. И сейчас посмотрим, как это у нас работает. Вроде ее сейчас должны конфисковать, по сути. Да, вон она, ребят, стоит. Все. Понятно. Только непонятно, почему конфисковали полицейский. Кстати, у меня розыск. Давайте, наверное, введем чит-код. Не рекомендуется вообще, конечно, вводить чит-коды GTA San Andreas. А то ломается, мне кажется. Главное сейчас нам аккуратненько добраться. Так, у нас сейчас заиграла сирена. Завизжала, точнее, сирена. И полицейские с нами разговаривают. Поразительно. Кстати, не савана, а блейд, прошу прощения. Копы здесь очень глупые. Ёлки-палки. Ничего себе, они за нами гонятся. Вот это, да. Вот это у них скорость. Главное сейчас ее доставить в нужное место. Я так понимаю, нужно сейчас в этот... Ой, тут даже заграждение есть. Ничего себе, Хисаям вводим. Потому что в этой миссии очень все сложно. Я ввожу, ребят, Хисаям для того, чтобы заново не перепроходить данную миссию. То было бы это очень долго на самом деле. В принципе, она простая. Ничего тут особенного в ней нету. Непонятно только, почему ее убрали. Постал Нитро. На тачку. Озвучка есть. Но дело вот этих вот субтитров нет. Интересный момент. Ребят, где вы еще такое увидите? Скажите. Вырезанные миссии, которых нету в GTA Sanres. Абсолютно все доказывает то, что они были в Sanres, но их почему-то убрали. Диалоги, озвучка, ребят. Самое главное это озвучка. Актеры озвучили, но почему-то их труды были убраны. Отлично, ребят, сохранения работают. Фух, я на всякий случай перезаписал на другое сохранение, чтобы, если что, откатиться на предыдущее. К райдеру мы, как обычно, не сможем зайти, войти. Ладно. Я думаю, там ничего особенного у райдера не будет. Поэтому давайте-ка все-таки, знаете что? Попробуем выполнить миссию OG Loco. Я полагаю, там должны быть изменения. Кстати, ребят, послушайте вот этот звук. Такого в Sanres нету. Скрипит подвеска или вообще что это? Интересная также вот эта тачка. Элегант. Немножко измененная. Также СиДжей очень прикольно сидит, как гопник. Выполнил я миссию OG Loco, и сейчас мне поступил звонок. Последняя фраза была вырезана. Я так понимаю, да, диалога не было. И также, в общем, нам открываются миссии Краша. И если я не ошибаюсь, то именно в миссиях Краша тоже присутствуют некоторые изменения. А именно, если быть точнее, то в миссии Добермана. В общем, я думаю, мы сегодня до нее дойдем, но пока что сейчас мне нужно сохраниться. Отлично, ребят, у меня это получилось. И также я могу видеть на карте, у нас появилась какая-то синяя машинка. Если мы посмотрим на легенду, то там написано то, что машина конфискована. То есть здесь, ребят, реализована та штука, которая присутствует в GTA 5. А именно конфискация тачки. Какая тачка здесь конфискована? Все тачки, которые я угнал, получается? Ребят. Да ладно. На этой тачке я ехал на миссию. Но тут тоже, помню, угнал. То есть, получается, ребят, сюда поступают все те тачки, которые я угнал. Если я не ошибаюсь. Парадокс. Возможно, ребят, разработчики убрали ту миссию просто из-за того, что это бы нагружало игру. То есть, очень много тачек спавнилось бы в полицейском участке. Но тогда другой вопрос возникает. А зачем было тогда делать эту штуку? Чтобы потом это убирать? Не знаю, не знаю. Ну, в общем, тут надо узнавать нюансы разработок игр вообще. Избавляемся от копов с помощью щита. Потому что сейчас они нам не нужны. И становимся на миссию. Первая миссия, я так понимаю, вроде, если ошибаюсь, нужно спасти девушку. Да. Ничего там, я думаю, не изменилось в катсцене. Поэтому сейчас мы отправляемся на выполнение данной миссии. На измененной тачке полицейской. Хм, еще какой-то диалог от Вагосов тут у нас присутствует. Почему-то он был вырезан. Возможно, что-то еще сейчас с девушкой произойдет. Какой-то диалог, возможно, получим. Не знаю. Все, спасли мы даму. И отвозим ее теперь до дома. Ничего нового я не увидел пока что. Денис. Денис Робинсон. Отлично. Появилась теперь у нас Дама Сердца. Это обычная миссия. И, если не ошибаюсь, то в обычной ГТА Сандрес, она называется Доберман, да, где мы должны будем кого-то устранить на территории Баласов. А после этой миссии начнется полноценная волна война группировок, где мы сможем завоевывать территорию. Но сейчас нас не это не интересует, а интересует следующая миссия от Краша. Если я не ошибаюсь, сейчас будет у нас вырезанная миссия от Краша. По названиям тоже Доберман. Доберман. Панчо? 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 Опять же, катсцены не соответствуют диалогам. В диалогах я слышал какие-то звуки непонятные, и я так понимаю, сейчас мы должны спасти Панчо от какого-то офицера Карвера, судя по диалогам. И нам нужно ехать вообще в гетто, да? И нам дается время на это все, про все две минуты. Я думаю, мы успеем, и мне очень интересно, что же там будет. Вторая, ребят, вырезанная миссия на сегодня. Много чего интересного. Не знаю, насколько вообще это видео по длительности будет, быть может, даже больше 20 минут, но мне кажется, это того стоит на самом деле посмотреть 20 минут совершенно нового контента по GTA San Andreas. Почти подъехали, две минуты. Не так уж и сложно, конечно, немножко начинает подлагивать. Ага, все. Надеюсь, ничего не вылетит. А, что это у нас тут? Ага, Сиджи у нас на картах идет. Интересно. Угу, тут у нас какая-то засада. Вот он, панчо, он офицер. Тенпенни, он украл меня! Это не заинтересовало тебя. Убей его, полицейское бизнес. Типа, валя отсюда, это полицейское дело. Типа, валя отсюда, это полицейское дело. Кто-то хочет что-то этого? Мы должны забрать какие-то пакеты, да? А дальше что? Ёлки-палки! Попробуйте рюганье от них! Сколько ж тут копов! Хисаям вводим, ребят, вообще очень сложно. А что, мне надо панчо этого замочить или что? Вот это да! А что нам надо было делать вообще? Догонять кого-то? Вот это приколюха. Немножко решил подготовиться. Взять другую тачку. Берем, я так понимаю, вот эти все пакеты. Садимся в тачку и едем, да? Что мы должны сейчас поймать? Устранить этот фургон? Или что? Или его надо угнать? А нет, надо его просто было устранить. Я понял. Видимо, мы сейчас должны были устранить улики. Да, посмотрите, тут какой-то инкассатор. Интересный. И вот он, пончо. Видимо, этого пончо везли на допрос? Или что-то в этом роде. А его забрали, видимо, потому что он знал темпания. Вот они, кстати, эти инкассаторы. Таких, кстати, нету. В оригинальной Сандреске. Хотя, возможно, это просто измененная моделька сватовца. В общем, сейчас позвонил Свит. И опять нам дал ту вырезанную миссию из прошлой серии. Кто-то писал в комментариях, что это просто дополнительная миссия, которая дает Свит, где нам нужно просто-напросто чистить якобы Гроу-Стрит от этих вот плохих ребят, которые продают незаконные лекарства. В общем, ребят, после миссии Доберман решила я сохраниться, но игрушка у меня, к сожалению, вылетела. Возможно, Сандреска не поняла, что это было, какая-то непонятная миссия. И поэтому сразу дала сбой. Так что, ребят, вот такое вот видео получилось. Немножко подустал. Очень много самых разных моментов мы сегодня с вами посмотрели. Обязательно в скором времени мы продолжим с вами эту бетку. Я уверен, в ней можно будет много чего интересного встретить. Так что, ребят, в принципе, я думаю, на этом можно закончить. Ставьте лайк, если вам всё понравилось. Подписывайтесь, если оказались здесь впервые, чтобы ничего не пропускать на моём канале. Рассказывайте обязательно друзьям об этом видео. Я уверен, они будут удивлены. Потому что такого они точно не видели. Ну а с вами был, друзья, как всегда, я, Райли. Желаю вам, ребят, всем успехов. Никогда не болейте. Берегите обязательно себя и своих близких. Хорошего всем настроения. И увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok